Всем привет! Ну что, пока за окном у нас идёт дождь, дует очень сильный ветер, я решил подготовиться к рыбалке, занялся своими монтажами и что хотел сказать. Вот знаете, казалось бы, сколько видео снято про джиговые оснастки, казалось бы, уже избитая тема, а постоянно возникает куча вопросов по поводу монтажей, потому что люди сталкиваются элементарно с ситуацией, когда вот стоят на берегу два человека, ловят одинаковыми приманками, один ловит, другой не ловит. И сразу появляются вопросы, а какой монтаж? На джигголовке, на чебурашке ставить заводные кольца, не ставить заводные кольца, сколько ставить заводных колец? А вот давайте разберёмся, потому что это тоже нюансы, которые, в общем-то, влияют на, в итоге, на результат. Любой монтаж, он приводит к определённой анимации приманки. И, допустим, если на приманках типа вот слагов таких, лишняя анимация, она не будет лишней, то, если взять вот такие приманки, то давайте мы на этом примере разберём, вот здесь будет сразу всё понятно. Если мы, к примеру, берём приманку смонтированную, вот эту приманку смонтированную на джигголовке, то, соответственно, у неё свободы не очень много. То есть она идёт, и максимум, что она делает, она слегка переваливается со стороны в сторону и, соответственно, играет хвостик. Если мы ту же самую приманку ставим на шарнирное грузило, то у приманки появляется уже более свободный ход по бокам, в бок, туда-сюда, туда-сюда. Вот. А если мы берём ту же самую приманку и монтируем её ещё через заводное кольцо, то у приманки появляется возможность анимации, то есть вот на проводке нарезкой, она вообще может вот так закручиваться на 180 градусов. А теперь вопрос. А нужно ли это? То есть нужна ли вот такая анимация приманки, поведение её в воде при определённых условиях ловли? То есть если у вас рыба достаточно активна, возможно, да. А с другой стороны, если у вас, допустим, рыба вполне пассивная, или как вот было осенью у нас, когда щука не спеша ходила в толщи воды и выискивала вот эти стаи белой рыбы. Но стая белой рыбы, когда ходит, вот сами посмотрите на съёмках на подводной камере, она вся рыба перемещается довольно медленно в стае. Она не вот так не летит никуда. То есть щука для щуки более естественна, когда её жертва движется совершенно естественным, вот таким неспешным образом. И поэтому осенью мне наоборот больше удавалось ловить щуку именно на монтаже с джиголовкой. Потому что приманка плавно поднималась, плавно шла в толще воды, слегка покачиваясь, и плавно совершала определённое падение. И вот именно при этом монтаже у меня было гораздо больше поклёвок. Хотя я сам всегда начинаю ловлю с монтажа просто на обычном шарнире. А дальше смотрю, лучше это будет или хуже. И в зависимости от того, как пойдёт рыбалка, я уже начинаю экспериментировать. Либо с заводными кольцами ставлю, либо ставлю жёстко на джиг головку. Это вот к вопросу о заводных кольцах. Потому что есть люди, которые вообще ловят, только ставят обязательно с заводными кольцами, считая, что вот эта анимация и всё, и других вариантов от джиг головки это ерунда. Но тогда бы не продавали джиг головки, если бы было так всё однозначно. Понимаете, тут в чём ещё нюанс? И опять же, вот к примеру, если взять поролоновую рыбку, здесь понятно. Поставил заводное кольцо, у приманки есть вот эта свобода определённая. Больше и там свободы ей особо и не надо. Всё совершенно логично. А если взять приманку типа мандулы, у которой ещё подвижность и вот в этих частях, то здесь, как показала практика, вообще лучше ставить два заводных кольца. Вот люди, которые делают эти мандулы, вот многие приходят именно к выводу, уже давно пришли, что лучше всего она играет при двух заводных кольцах. То есть, когда приманка имеет вообще максимально много свободы. Потому что здесь ещё ловля-то идёт как? То есть, приманка падает, и ей буквально дают там секунду-две постоять на дне. И в этот момент она может совершать совершенно такие разные колебания. Вот здесь уместно применение двух заводных кольц. Опять же, есть ещё нюансы. Например, нюансы, влияющие на заброс, на дальность заброса, на сам заброс, на перехлёсты. Допустим, если взять вот такой вабик, вот вабик, обычный вабик с двойничком на шарнирном соединении. Вот при полёте, при полёте, он никаким образом не способен будет перехлестнуться за поводок. Никаким образом он не способен. А игры ему, в принципе, много не надо. То есть, он такая приманка, которая всё равно, она намокает, она просто плавно будет попадать на дно, и всё. Ну, плавно, или вот, подвисать слегка. То есть, особый такой у неё, как у мандулы, анимации такой прям вот нет. Просто будет падать. Поэтому здесь вполне уместно вообще без заводного кольца. А вот если взять соединение на шарнире, то уже в данной ситуации двойник совершенно свободно может при забросе, при дальнем забросе, совершенно свободно перехлестнуться за поводок. И всё, собственно говоря, вы потеряли одну проводку. А при том, что эта приманка не парусящая, то дальность заброса у вот этого монтажа и у вот этого монтажа будет примерно одинакова. Это не тот случай, когда с мандулами, вы скажете, мандулы перехлёстываются. Но вот если я возьму вот эту мандулу, вот эту мандулу, вот она на забросе не перехлестнётся. Ну вот смотрите, ну очень сложно ей будет перехлестнуться за поводок, потому что просто форма такая, в отличие от вот этой мандулы. Но дальность заброса с вот такой мандулой и с вот такой мандулой будет существенно большая. Вот это вот на одном и том же грузе, или вы вот на этой мандуле просто потеряете, ну примерно метров 10 заброса потеряете сразу, чем с вот такой мандулой. И поэтому здесь вот всё время вот этот вопрос с заводными кольцами, он так же точно и на джигриге выглядит, этот вопрос. То есть если вы берёте обычный классический вот джигриг, вот грузило, и просто ставите на него обычную вот приманочку, да, рачка, у него совершенно небольшая вот такая туда-сюда лёгкая анимация. А вопрос, а зачем этому рачку ещё большая анимация, если вы всё равно приманку ведёте практически по дну, ему не нужна сильная анимация. То есть вот сюда нет никакого смысла уже заводное кольцо ставить. Здесь всё определяется именно стилем ловли. То есть здесь должна быть совершенно такая не очень большая анимация у приманки. Вот как-то так это к вопросу о том, как в данной ситуации, что предпочтительней. В принципе, все монтажи эти правильные. Все монтажи правильные. Просто надо смотреть, какой резиной вы будете ловить, какими там мандулами вы будете ловить, как далеко стоит рыба, как насколько она активна. То есть вот эти все факторы учитывать и тогда понимать, какой монтаж экспериментально подбирать под данную конкретную рыбалку. Ну и один лайфхак, скажем так, по поводу самого быстрого монтажа приманки на рыбалке. Вот я взял обычную губку. Вот обычная губка. Отрезал от неё треугольничек небольшой. Беру небольшой двойничок. Я показывал уже как-то это. И просто, просто надвигаю этот двойничок на поролонку. Всё. Вот по большому счёту вы уже имеете готовую джиговую приманку. Ну, можете вот так вот немножко хвостик ей подкорнать, там, как вам больше нравится. Ой, упала. Вот и вся джиговая приманка. Ну, вот здесь, конечно же, я обычно перематываю, вот здесь закрепляю красной ниточкой. Если у вас нет красной ниточки, ну, я не знаю тогда, зачем вы мои видео смотрите, если у вас нет красной ниточки. Вот, закрепили. Всё. Вот больше, больше. Вообще ничего не надо. Вот эти все изыски с вырезанием формы, пёрышек там и прочих дел, практически не прибавляют этой приманки ничего. Вот. Пять секунд. А за всем, как говорится, пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, ставьте всё, что хотите. Я сейчас домонтирую приманки, может быть, после обеда куда-нибудь выеду, если дождь закончится. Пока.